Иметь свой собственный дом или квартиру – мечта любого человека. Ведь это возможность полноценно жить и работать, создавать семью и воспитывать детей. На прошлой неделе в Славянске-на-Кубани состоялось торжественное открытие многоквартирного дома в новом жилом комплексе. Как это было, смотрите в материале моих коллег. Расширение жилищного фонда – это залог эффективной городской экономики в целом. В Славянске-на-Кубани строительство идет полным ходом. Город расширяет площади не только социальных объектов, но и жилой застройки. В прошлом году введено в эксплуатацию 45 тысяч квадратных метров жилья. За год было построено 196 индивидуальных и 7 многоквартирных жилых домов. На прошлой неделе в Славянске-на-Кубани состоялось торжественное открытие первого многоквартирного дома в новом жилом комплексе по улице Одельской, 257-Б. Согласно проекту, на земельном участке площадью 6 тысяч квадратных метров будет возведено три пятиэтажных литера. Это более 130 квартир и 8 тысяч квадратных метров жилья. На открытии присутствовали почетные гости. Среди них глава Славянского района Роман Синеговский. Он высказал наилучшие пожелания новоселам. Всем нашим новоселам, которые приобрели здесь квартиры, я хотел бы пожелать, чтобы у вас все складывалось, чтобы вам понравилось в новом жилье, чтобы никакие маленькие даже замечания не выплывали, чтобы вы создавали уютные гнезда, как сегодня говорят, растили детей и радовались жизни. Всем всего самого доброго, успехов, процветания, всех благ. Спасибо. Также поздравить жильцов пришел глава города Славянское накупание Александр Гоновалов. Микрорайон очень интересный, очень уютный. Роман Иванович занимается уже проектированием школы буквально в 100 метрах от этого места. Будет новейшая школа на 820 мест. Еще ближе детский садик еще дополнительный. Поэтому место это становится очень привлекательным, очень интересным, комфортным для всех жителей. Новый жилой массив с говорящим названием «Уютный» расположился в спальном микрорайоне города, рядом с Северным парком. Инфраструктура района хорошо развита. В шаговой доступности находится Славянское ЦРБ, парк, аптеки, торговые центры. Проходят маршруты общественного транспорта. Возле дома вместительная парковка для автотранспорта. Вход в подъезд оборудован отдельным пандусом для колясок. По словам самих новоселов, они очень рады новому жилью и не сомневаются в его качестве. Многие из них с самых первых дней наблюдали за ходом стройки. Неоднократно сами приезжали на стройплощадку и убеждались, что на любом этапе здесь всегда и во всем царил порядок. Чувствовалась добротная хозяйская рука. Они все предусмотрели, молодцы. Нету стесненности, тесноты нету той, которую обычно застройщики делают. То парковки нету, то нету детям, где отдыхать, да? А здесь будет все прекрасно. Супруги Барановы очень рады, что приобрели здесь квартиру. Жилье выбирали долго, признается Елена Баранова. Но когда увидели этот дом, сомнений у них не осталось. Больше всего захотелось здесь квартиру, потому что это, считай, центр. Тут есть развлекательный центр, можно в кино сходить, очень много магазинов. Детям очень удобно, так как парковая зона. Так что все отлично. Финансирование и строительство жилого комплекса «Уютный» ведет общество с ограниченной ответственностью СКС «Строй-96». Возводя качественное, удобное и недорогое жилье, строительная компания зарекомендовала себя на рынке жилой недвижимости в качестве надежного застройщика. Опыт работы, комплексный подход к выполнению работ, жесткая система контроля качества, использование новых технологий и современных материалов. Все это говорит о профессионализме строительной организации и нацеленности на высокий результат. Все самое последнее применялось в доме. Поквартирное отопление, очень современная система удаления немецкая. Многоквартирный дом радует своим современным и красивым видом не только снаружи. В каждом подъезде свое панно, для каждого подъезда отдельный дизайн придумается. За последние годы в городе сделано немало. Строилось жилье, социальные объекты. Но город развивается, а значит предстоит сделать еще больше. Главная цель – увеличение экономического потенциала Славянска-на-Кубани, создание достойных условий для жизни наших людей. Тина Копачевская, Игорь Иванчугов, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова